Девушки отдыхают В понедельник день братьев и сестер Вот вы две сестры и брат у вас нет? Нет, у нас есть меньшие братья То есть их трое и одна кошка Ага, то есть это собаки? Да Вы не только сестры, вы близнецы или двойняшки Я вот всегда путаю, как это называется Но родились вы в один день? Да Вот каково быть вообще двойняшками или близнецами все-таки? Мы двойняшки, она меня на минуту старше Очень хорошо живется Мы не скучаем никогда А вы когда-нибудь вообще были друг без друга? Там на неделю, на месяц? Разлучались когда-нибудь? Да, один раз мы Меня бабушка забрала Нет, Нику бабушка забрала А меня мама забрала И мы целый вечер болтали по телефону И сколько вы не видели друг друга тогда? Один день Один день И один день вы уже чувствовали, что это тяжело или как? Да нет, нормально Нормально Но более на долгие сроки не расставались никогда? Нет Ну в лагере, если только Мы были в разных отрядах Отрядах, да А вот мне вообще всегда было интересно Люди, которые родились в один день, которые всю жизнь вместе Вы как-то чувствуете друг друга? Да Вот если у одной болит голова, а вторая что-то там Или так нет, да? Нет Ну настроение, наверное, да Нет, настроение тоже разное Нет, я имею в виду настроение друг дружки, чувствуете? Нет Нет То есть ты не знаешь, когда ей плохо? Ну Не всегда Нет, конечно, знают И друг дружки обязательно помогают в этот момент Или когда чувствуют, что кому-то не очень комфортно То стараются его оставить в покое Или как-то морально поддержать Просто, наверное, живя вдвоем, они об этом не задумываются Привычка уже, да? Думаю, что да Вот девочки очень талантливые И, ну, наверное, в первую очередь спортсменки, да? Вот расскажите, каким видом спорта занимаетесь Занимаются девчонки как давно и вообще как так получилось? Девочки занимаются с 4,5 лет Нам очень повезло в этом плане Что мы нашли тот вид спорта, который им действительно подходит Единственный тренер, который нас брал и смотрел первоначально Несколько ошибся в своих прогнозах То есть он думал о том, что девочка Вика у нас будет мисс Вселенная А девочка Ника, ну, в комплекте, что называется Вводите Не оставляйте же ребенка за пределами Вот Но терпение, труд, супер труд И главное честолюбие, главное желание Главное стремление ребенка То есть это они прекрасным образом доказали То есть И девочка Ника, и девочка Вика Они чудесно выступают на различных соревнованиях То есть и на соревнованиях, в том числе и мирового уровня Они уже побывали Несколько раз на чемпионатах мира И всегда это Очень удачно Всегда это Большая гордость для нас И для нашей семьи И думаю, что не только для семьи, в принципе То есть то, что девочки выезжают на соревнованиях, где не присутствуют судьи Российские, где присутствуют судьи только иностранных государств Которые на данный момент не совсем хорошо настроены к нашему государству И то, что они выиграют на такого уровня соревнованиях Наверное, говорит само за себя Но любые соревнования, тем не менее, это конкуренция Конкуренция высокая Вот друг к другу Как конкуренция какая-то? Ревнуете? Например, одна первое место заняла, а вторая не заняла первое место Или одна не заняла вообще, а вторая победила Как вот это вы переносите? В первую очередь сестра или соперник все-таки? Сестра То есть если вот она займет первое место А ты вообще ничего не получишь Ты вот будешь за нее радоваться, гордиться И не будешь никак завидовать Ну, обою, конечно Нет, на самом деле у них отношения чуть-чуть разные Раскроем маленький секрет Да, то есть на данный момент у нас лидирует как раз девочка Которые совсем не хотели брать в краты Вероника И чаще она занимает более высокую ступень А Вика на ступеньку ей уступает, как сестра Вот, при этом, если Ника вдруг уступила в Люберцах в этом году Вот, она всегда расстраивается То есть просто не может сдержать своих слез То есть это настолько явно, что это вот Честолюбие, которое Ну, чуть-чуть больше, наверное, чем сестринские отношения А на соревнованиях друг с дружкой вам приходилось выступать вместе? Ну, то есть друг с другом бороться? Да, в финале Да, в Рязани Встречались Ну и как ощущения были? Нормально Иногда она побеждала, иногда я А дома, кстати, вот Ну, это удобно, да? То, что вот вместе занимаетесь И вместе живете дома, часто тренируетесь? Ну, да Особенно удобно, когда мы занимаемся музыкой Ансамблем очень удобно заниматься вдвоем Ага, вот так вот мы плавненько перешли от спорта к ансамблю Так вот, то есть спорт, еще и музыка? Да Какая музыка? Мы играем на фортепиано И ты, и ты? Да И тоже с раннего возраста? Да Да, с пяти где-то лет С пяти лет То есть четыре с половиной года они пошли на карате А потом решили, что карате им мало И надо еще научиться играть на фортепиано Ну, фортепиано это всегда была обязательная программа То есть, на самом деле, первый раз в музыкальную школу мы попали в два с половиной года Так получилось, что я разговаривалась с преподавательницей из пятой музыкальной школы Она была от нас пососедствовать, от моей работы То есть, от нашего детского сада, опять же И их взяли в подготовительную группу Они ходили, пели, слушали музыку Играли на всяких народных музыкальных инструментах Я знаю, что в этой музыкальной школе после нас осталась традиция Брать малышей, то есть, начиная от трех с половиной, четырех лет То есть, для них это была новинка Когда пришли девочки такие маленькие А потом это осталось вот в качестве отдельного класса такого Экспериментально В пять лет мы пошли в общеобразовательную школу И параллельно пошли в музыкальную школу К моему педагогу У которого я когда-то тоже заканчивала музыкальную школу номер один Джаз Любовь Петровна Это просто необыкновенный педагог Она вкладывает всю душу Причем не единоразово там перед конкурсом А каждое занятие терпеливо, от тихо до тихо разбирая Ну, конечно, не текст, а разбирая уже интонации Разбирая уже о том, как это играть Что это играть Ну, вот я помню, когда я была маленькая, меня спрашивали Ну, всех детей спрашивали, кого ты любишь больше, маму или папу? Вот я хочу сейчас спросить, что вы любите больше, фортепиано или спорт? Такой вопрос, который обычно ставят в тупик, да? Тем не менее Ну, мне больше нравится заниматься музыкой Так как сначала, конечно, текст учить тяжело Это не самая приятная часть Но потом, когда оттенки уже проставляем То это уже очень интересное занятие А тебе? А мне больше нравится карате Потому что на тренировках у нас всегда очень интересно Мы разбираем новые ката И потом участвуем в соревнованиях Ну, вот то музыка, это все-таки усидчивость Спорт, это, ну, далеко не усидчивость, да? Наоборот, движение Это тоже усидчивость Да В карате, кроме того, что есть динамические моменты Как у метэ То есть момент, когда ты фантазируешь Когда ты должен подловить соперника И нанести удар первым, да? То есть технически правильный удар То есть, а есть еще и такие кропотливые моменты Как ката То есть, когда нужно знать не только последовательность движения Да? То есть в этот момент ты должен представлять Где находится противник Где ты должен, как пружина, собраться И где ты должен просто какая-то же пружина выстрелять Вот То есть и момент статических упражнений То есть там достаточно велик То есть когда они сидят в стойке Когда они делают переходы из одной стойки в другой То есть это все статика То есть это все сидя Не раскачиваться, не подниматься в этот момент нельзя То есть они делают ката Как будто опустили сверху потолок Сели в стойку И вышли только из нее в конце ката То есть эта статика, это очень тяжело Ну, то есть получается, по сути Что вот именно музыка, да, вот с детства Которая, вот эта усидчивость в музыке Она помогает в карате Да А, ну вот тем не менее Музыка и девочка, это все понятно Это красиво, это хорошо, да Вот девочка и спорт Тем более единоборство Насколько вообще, девчонки, считаете Вот это женское занятие? Мне кажется, что это очень, не знаю, женское занятие То, что девочка должна уметь себя защищать Тем более это каждый день тренировки Ноги, конечно, устают Но ноги становятся более Красивыми Красивыми То есть это не только спорт, это еще и красота Да Как фитнес Как фитнес Кстати, вот как бы в дальнейшем Видите спорт с вами навсегда? Ну, да В принципе, да То есть без спорта жизнь свою пока не представляете? Нет, не представляем Хорошо Спорт и музыка Вот у меня такое ощущение, что, наверное, что-то я пропустила Вот, да? То есть есть наверняка что-то еще Да, мы занимаемся еще вокалом, танцами, каблудо Рисуем И немножко конный спорт Ага И теннис Как вы и теннис И как вы все это умудряетесь совмещать? Мне кажется, это нереально Находится время Ну вот есть неделя В ней 7 дней Да, каждый день Мне это 24 часа Вот То, что вы перечислили Ну, не знаю В моем воображении это не очень вмещается Ну, например, теннисом мы занимаемся летом Конный спорт у нас Или в воскресенье Или в субботу и воскресенье То есть два раза в неделю Дальше рисование на неделе где-нибудь Мама обязательно засунет Мы стараемся каждый час использовать То есть если мы учимся до 2-3 часов То есть или я знаю, что они закончат чуть раньше Ну вот, свободный период Мы стараемся обязательно чем-то занять И плодотворно его насытить То есть мама звонит сразу педагогу по рисованию Что можно либо подъехать в тот освободившийся час Либо подскочить на занятия по танцам Ну, то есть Ну, вы, конечно, всегда сожалели о том, что в сутках всего 24 часа Ну, это понятно Это раздражает Кстати, не мешает вот учебе, школе вот такая насыщенная жизнь? Нет, мы все успеваем, мы уже привыкли А вот, например, когда на соревнования уезжаете? Когда на соревнования уезжаем Приходится школу пропускать, да? Ну да На педагоге нормально к этому относятся? Да Потом приходится как-то наверстывать? Да нет, мы берем с собой учебники и все домашние задания делаем А учите вы, кстати, как? На четверке, на пятерке Обе? Да Всегда? Да Отлично Ну, сказать, мы приучились с детства Почему? Потому что оговаривалось в том числе на секции по карате о том, что если ты получаешь три Значит, ты либо на соревнования не едешь, либо на тренировку не ходишь, пока не справишь В принципе, сейчас таких ограничений нет Но где-то в голове, наверное, полностью касталась о том, что учиться нужно хорошо Это престижно, это правильно Ну, понятно, что, как говорится, движение – это жизнь, да? Спорт, рисование, танцы, конный спорт, карате – все это хорошо и замечательно Но понятно, что все это вам доставляет удовольствие, да? Но, тем не менее, наверное, это занятие, которым вы занимаетесь, это не отдых Вот вы как-то отдыхаете, девчонки? Да В кино сходить, там, я не знаю, погулять на улице То есть это есть в жизни? Да Мы отдыхаем по субботам и воскресеньям Конечно, у нас есть репетиторы, но с четырех часов у нас свободное время А в каком классе вы учитесь? В девятом В девятом? Да Мы с четырех с половиной лет в школу пошли Ну, в четыре с половиной мы пошли в подготовительный класс А в пять с половиной уже в официальную нормальную школу А уже как-то кем-то себя видите после окончания школы? Нет, тренером, может быть Тренером по карате То есть для тебя все-таки получается, что для тебя главный спорт? Ну, в принципе, да А ты? Я пока себя никем не вижу Ну, и девчонки, какие ближайшие у вас планы? Спортивные, может быть, может быть, как это сказать, рисовательные, я не знаю, художественные, да? Ближайшие планы у нас это два чемпионата мира То есть мы сдаем досрочные экзамены по географии 28 апреля Дальше, сразу после экзаменов мы едем в Болгарию, а потом из Болгарии в Италию И потом еще 26 июня мы едем в Сербию Насыщенно Желаю вам обязательно побед, удачи, ну и, конечно же, получения удовольствия от всего, что вы делаете Ну и обязательно берегите себя Нашим телезрителям напомню, сегодня в гостях у меня была вот такая вот дружная семья Старцева Виктория, вторая девушка Старцева Вероника и мама Федотова Вероника Спасибо вам огромное Спасибо, спасибо Увидимся Субтитры подогнали Симон